Доброе утро! 25 декабря, прошлую пятницу, он открылся. Что это за центр? Какие экспозиции там ожидаются в ближайшее время? И вообще, что там происходит, нам расскажет куратор проекта Татьяна Вострикова. Доброе утро! Доброе утро! Итак, 25 декабря вы открылись. Как прошло открытие? Как прошли первые два дня работы? Открытие прошло замечательно. У нас было довольно много детей. Мы мастерили, мы знакомились с котами, мы рассматривали их коллекции. Довольно бодро и весело. А в воскресенье у вас были первые мастер-классы, правильно? Да, в воскресенье у нас было первое занятие. Ну, поскольку выставка моя коллекция, это, собственно говоря, кошкин дом, и когда дети приходят к нам в детский музейный центр, они попадают, в общем-то, в квартиру, где живут три кота. И, конечно, в это предновогоднее время нам хотелось, чтобы и кошкин дом был тоже украшен к Новому году. Поэтому мы с детьми мастерили, рисовали какие-то фонарики, мы врезали разные уникальные снежинки, смотрели мультфильмы. В общем, довольно весело и по-семейному провели воскресенье. Так у вас совпало? И еще одно такое совпадение, примета. Обычно в Новый дом впускают кота или кошку первыми, чтобы уют был. Ну, да, действительно, есть такая примета, но мы не планировали ее как бы изначально, так случайно получилось, и мы, собственно говоря, рады, что наши персонажи первой детской выставки – это коты. А что за персонажи? Три кота, вы сказали, с разным характером каждый. Да, это разные коты. Есть, например, среди них кошка Валентина, такая барышня, которая очень увлекается динозаврами, она мечтает путешествовать и раскопать такого динозавра, который еще неизвестен науке. Поэтому в ее пространстве выставки есть витрина с предметами из палеонтологической коллекции нашего музея, еще есть такой замечательный шкаф, где хранятся динозавры под ключом. И кошка Валентина приглашает всех на динозавры-кроссинг. Собственно говоря, ребята, если вы коллекционируете динозавров, и у вас есть, например, по два, по три, приносите кого-нибудь на обмен. Думаю, что кошке Валентине это понравится. То есть можно принести своего и забрать какого-то… Да, который вам понравился, либо тот, которого у вас не хватает в коллекции. Вдруг такое получится. А какие-то мастер-классы планируются в продолжении? Да. Вот уже на январе у нас сформирована программа. Эту программу можно посмотреть и на сайте Кровеческого музея, и в соцсетях, где есть наши группы. На январе мы предлагаем несколько интерактивных занятий, например, экспериментально-кристально. Это будет 3 января занятие в 14.00. Мы превратимся немножко в химиков, будем рассматривать минералы и кристаллы, будем узнавать разные свойства селенита и вообще пробовать проверять несколько гипотез. То есть такая настоящая лаборатория у вас будет. А выставка сама до какого продлиться месяца, когда можно еще успеть познакомиться с коллекциями котов? Ну, выставка будет работать, конечно же, скорее всего, до летних каникул, то есть довольно-таки много времени, чтобы успеть нас посетить. Потом выставка смеется на какую-то другую, но пока говорить об этом преждевременно, вот, а пока приходите к нам, знакомиться с котами. И переносить динозавров на обмен. Спасибо большое, что нашли время к нам прийти. Мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Мы вот хотим преподнести вам небольшой сувенир от наших партнеров фабрики цветов. Спасибо вам большое.